На столе чай, печенье, конфеты и минеральная вода. Формат встречи нового начальника областного главка полиции Александра Винникова с главными редакторами региональных СМИ вполне укладывается в его антиалкогольный тренд. На прежнем месте работы в Магаданской области генерал-майор боролся с безалкогольными тониками, а в 63-м регионе собирается выступить против поправок в местное законодательство, отменяющих запрет на продажу алкоголя вечером и утром, который был введен еще при его предшественнике Сергее Солодовникове. Безусловно, будем работать, и я посмотрел, вот, то, что хотят немножко смягчить, да, я, конечно, с этим не согласен, не потому, что вот такой закоренелый полицейский, а вы, чтобы в стороне остались, когда там молодежь просто спаивается или испивается от этих энергетических напитков, водяжных, или от водки в ночное время, я думаю, каждому из вас бы не понравилось, чтобы ваш там сын где-нибудь вот так вот покупал ночью, шел и пил. Впрочем, Александр Винников не скрывает, одна из основных задач, поставленных перед ним руководством МВД – исправление просчетов предыдущего руководителя главка. Основная задача – это то, чтобы, с учетом того, что главка получил неудовлетворенную оценку работы, вот, и с этой ситуацией надо как-то выходить, надо работу налаживать, а по некоторым направлениям она действительно была, как бы, немножко, ну, упадки. Есть недовлетворенные, как бы, оценки в том плане, что мы в розыскной работе провалились, да, ее надо налаживать в розыскную работу, охрану порядка подтягивать, тем более это в преддверии чемпионата мира. Правовая работа была не совсем соответствовала, как бы, той ситуации, которой она нужна. Среди приоритетных направлений – борьба с наркоторговлей и уличной преступностью. Хотя Александр Винников пообещал не устраивать кадровых революций, региональные главки все-таки ждут перемены. Я, конечно, приведу с собой кого-то, да. Ввиду того, что я вижу, что, допустим, вот в одном подразделении я на сей день не вижу вот человека, кандидата, который бы именно заместил эту должность и работал вот среди большого вот этого поля, не могу. Почему? Потому что один не состоит в кадровом резерве, а без этого я не могу назначить, да. Другой еще очень молод и может потеряться или где-то там, поэтому он действительно кого-то привезет. Еще одной своей задачей на ближайшее время генерал-майор назвал выстраивание отношений с региональными властями.